Мою большущий террариум. Время от времени все террариумы нужно мыть, потому что состояние лягушек очень зависит от чистоты. Амфибии, которые имеют проницаемую кожу и всю грязь тоже получают через кожу, они не любят когда грязно. Поэтому большой-большой террариум, в котором довольно много молодых лягушек сидело, нужно вымыть, полностью заменить субстрат и подготовить к запуску новых. Но поскольку все работы всегда выполняются не в одиночку, а у меня, слава богу, есть замечательные совершенно помощники. Вот, как обычно, все это делается с помощниками. Весь грунт уже убрал, все уже убрал. Остается только протереть стенки. Дезинфекций серьезных делать не буду, потому что сюда пойдут те же самые лягушата, которые здесь жили. Просто надо, чтобы не было ни грязи, ни слизи, ничего. А лягушек уже обработал. Пока пересаживал, лягушки были обработаны. Что, помощница моя? Что ты подскисла? Ты так активно помогала мне выгружать субстрат. Иной раз большие террариумы, конечно, себя оправдывают. Вот этот террариум полтора на 60 на 70 или 80. И если не очень большое количество амфибий в нем находится, то он практически не будет нуждаться в промывке. Ну, по крайней мере, очень долгое время. Потому что такой объем загрязнить небольшому количеству лягушек довольно тяжело. Но поскольку здесь сейчас сидело больше ста лягушат, которые активно ели, активно росли, то он, в общем-то, успел за месяц сильно испачкаться. Так. 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 Вот это вот сверчки. До которых букаша, как всегда, сама не своя. Только не переверни мне баночку, пожалуйста. Все. Все в процессах, как всегда. Все в одновременных. Здесь сверчки, здесь одно, второе, третье. Все сразу делается. Дел много. И нужно успеть сделать как можно больше. Потому что все нуждаются в уходе. Это нормально. Главное промыть стенки, там, где они заслизнены, наиболее тщательно. Потому что слизь, это... для развития всяческих микроорганизмов. А поскольку это уже слизь не живых лягушек, которая обладает бактерицидными свойствами, а уже всякая дрянь, ее нужно самым тщательным образом убирать. Вот. Ну вот. Вот из таких вот мелочей обычно... Что ты нашла там? Обычно и состоят рабочие дни. Ведь важно не только кого-то накормить, или не кого-то, а всех накормить. Но важно еще и всех обиходить, чтобы было хорошо, комфортно, чисто, удобно, приятно. Что там такое? Алло! Что там? Что ты там нашла? А? Расскажи мне. Это Букаша. Букаша, конечно, наверное, самый странный член нашей семьи. Да, Букаша? Самый странный и самый человекоподобный. По крайней мере, в этом уверенный. Букаша очень внимательно рассматривает руки свои. Что-то там, что-то нашла, что-то находит. Вот такое вот. Такая. Ходит с руками. Я посмотрю последние дни за ней. Давай, вылезай. Наблюдаю и понимаю, что Букаша стала совсем взрослая. Букаша повзрослела. И у Букаши появились идеи по поводу размножения. Наверное, скоро уже будем выпускать соленкой Шурика. Помните, как в Пиратах Карибского моря? Выпускай Кракена. Вот будем выпускать Шурика. Потому что Шурик пока гуляет по помещению, только когда Букашка где-нибудь заперта в другом отсеке. У нас как подводная лодка. У нас в здании несколько комнат, в каждой из которых можно кого-то при необходимости перекрыть. Если Шурик гуляет, то Букашка перекрывается в другом помещении пока. Но скоро-скоро, я смотрю, уже буквально днями Шурика придётся высаживать. Так, ну что? Остаётся сыпать мульчу и укладывать коряги, камни и высаживать обратно лягушек. Они пока отсажены. Букасик, пойдём. Пойдём, водичку поменяем. Пойдём. Молодец. Мы уже как-то делали целый большой мешок мульчи. Засыпаем. И тогда количество грунта позволяет держать довольно много амфибий здесь некоторое время. Добавляем. Засыпаем. Продолжение следует... Эта мульча не даст возможность содержать лягушек, до которых необходима влажность. Эта мульча должна быть сухой, иначе она начнет гнить, и будет все очень плохо. Но здесь будут сидеть литории, литории-сплендиды, которые живут достаточно сухо. У них стоит большой контейнер с водой, куда они идут. При необходимости стоят коряги, лампы дают высокую температуру, очень мощный ультрафиолет. Идёт лёгкое-лёгкое опрыскивание раз в день, а мульча остаётся сухой. Вот тогда можно на таком субтрате нормально держать. Так, вымыть камни, вымыть... Ох ты! Вот это камни! Вымыть коряги. А коряги здесь вот такие вот. Ну я же говорю, это полутораметровый террариум, соответственно, и коряги такие. И всё вставить обратно. Так, всё отмыто, почищено. Мой помощник меня покинул. Ей быстро надоедает. Долго заниматься чем-то одним. Поэтому она попрыгала-попрыгала и ушла дальше в компанию. Всё-таки хорошо, когда есть возможность бывать в разных местах. То мне помочь, то к друзьям сходить, посмотреть, то опять вернуться, поглядеть, чем я занимаюсь. Не начал ли делать что-то новенькое и интересное. Сейчас кору всю верну на место и буду сажать обратно лягушек. Сейчас посмотрим. Тазик с водой. И лежит камень, чтобы не тонул сверчок и чтобы лягушкам было удобнее сидеть в воде, свесив воду только попой. Ну и кусочки коры в качестве дополнительных укрытий, чтобы не только большой ствол висел, в котором можно спрятаться, но и внизу что-то стояло. И остаются только сами лягушки. Так, а вот это то, что очень мало кто в мире видел. Вот такие вот баночки. Здесь 30 штук я уже принёс. Литория сплендида. Смотрите, размер уже какой! Смотрите, какие дети огромные! Красота! Очень, надо сказать, ими горжусь. Очень! Слезай, пожалуйста. Будь так любезно. Вот так, молодец! В принципе, действительно, есть чем гордиться. Так, ну вот. Я, на самом деле, вам свою помощницу показывал, а получилось опять какой-то лягушиный террариум. Чёрт и что, да? Ну ладно, что получилось, то получилось. Да! Да! Бhak hecho! Вот так, просто. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Аминь. Продолжение следует...